Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение четвертой книги царств, и мы будем читать 23 главу этой книги. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденные в доме Господнем». Итак, здесь сказано, что собрались священники и пророки. На самом деле пророков не было, потому что мы уже выяснили, что была пророчица в Иерусалиме, которая одна, она и пророчествовала. Как бы в уничижение мужей, которые как бы отпали от этого чина. То есть эти люди, о которых сказано пророки, имеется в виду, что они принадлежали к племени пророков. То есть их отцы, их деды, прадеды были настоящие пророки. А вот они уже такими не были. Как сейчас о некоторых говорят, вот там, старец. Но человек может называться старцем, а не быть таковым. Поэтому в этой ситуации мы видим, что в 22 главе, как бы, речь идет о пророчице. И пошли к ней, потому что не было мужчин, пророков. Правда, есть другое объяснение. Многие пророки, когда начались гонения со стороны царей-язычников, они удалились из Иерусалима. А когда воцарился правитель Набожный, они потихоньку стали возвращаться. Вот в тот момент, когда была найдена книга, и искали слово Господне, никого из них еще не было. А вот к моменту, когда было принято решение читать эту книгу всенародно, то здесь уже подтянулись и пророки. Но, как минимум, мы можем сказать, что пророк Иеремей был. И вот когда спрашивали не у Иеремии, а у этой пророчицы, это значит, он отсутствовал в Иерусалиме. «И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, священники и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем». Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господнем Завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца, от всей души, чтобы выполнить слова Завета Сего, написанные в книге Сей, и весь народ вступил в Завет. Как мы уже знаем из толкований разных авторов, это была книга второзакония, по-еврейски она называется «Дворим», которую обнаружили в храме и ее читали, и как бы весь народ заново вступает в Завет с этим откровением, то есть посвящает себя на исполнение всего того, что написано в книге этой. Амбросий Медиаланский в трактате об обязанности священнослужителей пишет «Любите веру, ведь преданностью и верою Иосия снискал великую любовь к себе со стороны своих врагов. Это он отпраздновал Пасху Господню, когда был 18-й год царя, никто до него такого не делал, такого рвения о Боге, которым он превосходил окружающих, и вы, сыны мои, ищите. Пусть рвение о Боге вас ищет и поглотит вас, чтобы каждый из вас воскликнул, ибо ревность по доме твоем снедает меня». И апостол Христов назван был Зелотом, имеется в виду ревностным человеком. «Зачем, говорю об апостоле, Господь сам сказал, ревность по доме твоем снедает меня? Так пусть это будет истинное рвение о Боге, не то земное, которое производит зависть». То есть этот царь Иосия, он всецело посвящает себя Богу, и именно он отпразднует Пасху, которую не праздновали в одни всех царей, потому что все эти цари, даже благочестивые, были слишком заняты сами собою, и они забыли о том, что надо праздновать Пасху. «И повелел царь Хелкии первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваалы и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль». А почему же раньше все это не вынесли, немножко непонятно. Дело в том, что все, что вносили в храм, считалось освященным. Да, все понимали, что это, конечно, посвященное идолам, все это надо уничтожить, но так как какое-то время это находилось в храме, то нельзя просто вот так вот выбросить на свалку. Это надо же жечь и прах отнести в определенное место. «И оставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кодили в Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному». Значит, к сожалению, как бы оставались эти жрецы. «И вынес Астарту из дома господня за Иерусалим к потоку Кедрону и сжег ее у потока Кедрона». То есть эту статую Астарты. «И стер ее в прах и бросил прах ее на кладбище общенародное». Вот здесь с идолом, конечно, он поступает самым решительным образом. «Общенародное кладбище – это где хоронили всяких там бродяг, непонятно каких людей, разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты». Как я уже говорил, культа Астарты, он совмещался с ритуальным сексом, с ритуальными сексуальными инициациями, которые осуществлялись над девушками и юношами. «И вывел всех жрецов из города иудейских, из городов иудейских, то есть не сразу, но вывел, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы, от Гевы до Версавия, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у входа ворота Иисуса, городоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот». Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвенники Господнем в Иерусалиме, а пресники же ели вместе с братьями своими. То есть жрецы высоты, они были левиты, они были левиты, то есть они изменили богу Израиля и служили всяким там Астартом, Ваалом. И, значит, их отстранили от этого служения на высотах, и они как бы вернулись в свои левитские семьи, где им уже служить не разрешали, потому что они служили языческим богам, но они могли вкушать освященный хлеб, который по праву принадлежал священникам. Опресники же ели вместе с братьями своими. То есть освященные опресники, маца, пасхальная маца, она съедалась ими. Посмотрим, какой есть комментарий на этот текст. Это комментарий Блаженного Августина. «Ибо как же еще служат Господу цари в страхе Божьем, если не запрещая и не бечуя со всей требуемой религией суровостью любые деяния против заповедей Господних? Иначе служит Богу царь как простой человек, иначе как монарх». То есть царь, он служит Богу, как бы совершая молитвы за себя, как простой человек, но иначе он служит как монарх. То есть здесь уже не только утренние и вечерние молитвы, но он отвечает за весь порядок, который должен быть в стране. Как человек он служит Господу, введя жизнь человека праведного, а как правоверный монарх он служит Господу тем, что с должным рвением способствует утверждение законов справедливых и упразднению противных благочестию. Сообразно второму роду служения Господу поступал из Икия, когда он отменил высоты, разбил статуи идолов, срубил Дубраву, которые были созданы и насаждены вопреки заповедям Господним. И так послужил Господу Иосия, о котором мы читаем, когда сам поступал таким же образом. Так послужил царь, неневитян, обратившись с призывом ко всему городу для умилостивления Господа. Так послужил Дарий, предоставив во власть Даниилу, пророку, разрушить идолов и отдал врагов его львам на растерзание. Так послужил и Новоходоносор, о котором мы уже сказали, когда суровым законом всем в царстве его запретил богохульствовать. В том именно и тогда служат цари Господу по-царски, когда совершают в ослужении ему, Господу, то, что никто, кроме царей, не в силах вершить. То есть у царя как бы есть два служения. Одно служение, он действует как человек, он молится там утром, читает утреннюю молитву, потом у иудеев была полуденная молитва, и он читает вечернюю молитву и старается жить праведной жизнью. Это как частное лицо. Но как царь он обязан наводить порядок в своей стране. И если царь упускает хотя бы одно, он как бы нарушает волю Бога. Например, царь может быть очень благочестивым в личной жизни, молящимся человеком. Но если в стране он допускает какой-то беспорядок, хаос, в том числе и в духовной жизни, то он за это будет отвечать. Или наоборот, он может быть очень хороший царь, правитель, но при этом безнравственный человек, который не молится. Поэтому частное и общественное, общественное и частное, в служении царя, они соединяются в что-то такое целое. И об этом, конечно же, не надо забывать. И далее мы считаем, «И осквернил он то фет, что на долине сыновей инома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху». Был огонь, посвященный Ваалу, а вот детей чаще проводили через огонь, посвященный Молоху. «И отменил коней, которых ставили цари иудейские, солнцу перед входом в дом господин близ комнат Нефан Мелеха Евнуха, что в Фару Риме колесницы же солнца сжег огнем». Что значит «отменил коней»? То есть были изображения коней, как на Большом театре, там изображение коней, и Аполлон как бы ими управляет. А это были кони и изображения солнца, как солнце движется по небу, в понимании язычников, так и бог солнца, он как бы на колеснице перемещается по небесам, от востока до запада. И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, жертвенники, которые сделали монассия на обоих дворах дома господня, разрушил царь и низверг оттуда и бросил прах их в поток кедрона. То есть выспали все это в поток кедрона, а течение унесло. И высоты, которые перед Иерусалимом, направо от Масленичной горы, которой устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавицкой, и Милхому, мерзости Амманицкой, осквернил царь. Вот когда оскверняли какое-то изображение языческое, то это делали таким дерзким образом. Я бы не стал об этом сейчас говорить. И изломал статуи, срубил дубравы и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который вефили, высоту, устроенную Иерваамом, сыном Наватовым, который вел Израиля в грех, также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах и сжег дубраву. И взглянул Иосия и увидел могилы, которые были там на горе, и послал и взял кости из могил, и сжег на жертвенники, осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. «Когда Иерваам во время праздника стоял перед жертвенником, потом, обратившись, увидел могилу у человека Божия, предрекшего сии события». Мы помним этого человека Божия, который проклял нечестивый Иерваам, и у него рука застыла. «И сказал Иосия, что это за памятник, который я вижу?» Он смотрит на гробницу пророка, который приходил обличить Иерваама. «И сказали ему жители города, это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником Вифильским». То есть за несколько и несколько столетий. «И сказал он, оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. «Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосиф». То есть он защищает всю землю Эра Цесраэль, Израиля целиком, и Иудею, и Израиль. «И сделал с ними то же, что сделал Вифилье, и заколол всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим». То есть он совершает очищение всей земли, и он на очень короткое время отсрочку Божьего гнева осуществляет такими мощными усилиями. «И повелел царь всему народу, сказав, совершите Пасху». Вот внимание сейчас, это просто непостижимо. «И повелел царь всему народу, сказав, совершите Пасху, Господу, Богу вашему, как написано в всей книге Завета. Потому что не была совершена такая Пасха одни судьи, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских». А в 18-й год царя Иосия была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме». Вот это невозможно объяснить. Все эти цари, включая самых благочестивых, там Давид, Соломон, они так были заняты собою, они не праздновали Пасху. От дней судей до дней Иосия Пасха не праздновалась. Представьте себе, если бы в православном мире забыли бы о Пасхе, при этом бы говорили, что там правители православные, все как положено, о Пасху бы не вспоминали бы. Что это было бы такое? Вот это показывает, что монархический период он себя не очень-то оправдал в истории еврейского народа. А период судей праздновали Пасху. Период судей — это управление священников и пророков. Тогда теократические принципы господствовали. А монархические принципы как-то себя они здесь как минимум не оправдывают. И вот Иосия, он первый как бы совершает Пасху с одней судей. И вызыватели мертвых, и волшебников, и террафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, записанного в книге, которое нашел Хелкия, священник в доме Господнем. То есть действительно вот ревность о святой земле, не только о доме Господнем, она съедала как бы Иосифа. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился к Господу всем сердцем своим и всею душою своей и всеми силами своими по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Ну, и что это дало? Мы читаем. Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспалал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Монасия. «И сказал Господь и Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, который я сказал, будет имя мое там». То есть приговор уже Божий вынесен, храм будет разрушен, сожжен, город будет разрушен, сожжен, и вся земля пустеет. Прочее об Иосии, обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. «Во дни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя Ассирийского на реку Ефрат». А чтобы идти на Ассирию, Египту надо проходить через Палестину. «И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегедоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мегедона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его». То есть его кровь была пролита языческим фараоном. «И взял народ с земли и Ахаза, сына Иосина, и помазали его, и воцарили его вместо отца его». Конечно, у кого-то возникает вопрос, а почему Господь попустил ему погибнуть от рук язычников. На самом деле, мы не знаем всех обстоятельств произошедшего, и мы можем предположить, что он погиб как мученик за идеалы единобожия. «Двадцати трех лет был Иахаз, когда воцарился, три месяца царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хамуталь, дочь Еремии из Ливны, и делал он неугодное в очах господних во всем так, как делали отцы его». То есть отцы его, не имеется в виду его родной отец, который был вполне благочестив, а вот там дед, прадед и так далее. И задержал его фараон Нех Хао в рифле в земле Эмавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, то есть взял его под арест и наложил пене на землю сто талантов серебра и сто талантов золота. Это очень большая сумма. Каждый талант это где-то там двадцать с чем-то килограммов. И воцарил фараон Нехао Елякима, сына Иосина, вместо Иосия отца его, и переменил имя его на Иакима, и Ахаза же взял и отвел в Египет, где он умер. То есть того, кто был поставлен от народа, он его взял в плен, он умирает в Египте, а сам ставит другого сына Иосия, то есть он показывает, что он здесь как бы хозяин. И серебро и золото давал Иаким фараону, то есть был его данником, он сделал оценку земли, чтобы давать серебро по приказанию фараона от каждого из народа земли. По оценке своей он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону нехал. Ну, как в период монгольского ига, дань отдавали монголам, свозили ее в золотую орду, а где сейчас русское золото? Тоже в каком-то пленении. 25 лет был Иаким, когда выцарился и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Зебуда, дочь Федаи из Румы, и делал он неугодные в очах Господних во всем так, как делали отцы его. Опять же имеются в виду те, которые были язычники, а не непосредственный отец, который был вполне благочестивым человеком. Редактор субтитров Корректор А.